Их маршрут проходил по Черногорскому хребту, одному из живописнейших массивов Украины. Самые высокие горы Карпат, Петрос, Поп-Иван и Гаверла, около недели пешего пути и ежедневное прохождение 7-8 километров. Именно с таким графиком активно отдыхала команда из 17 димитровских туристов. Свой поход путешественники приурочили к 80-летнему юбилею Донецкой области. Максимальная высота, которой достигли туристы – 2061 метр. Практически весь Черногорский хребет прошли от села Ясеня и до горы Поп-Иван. Там у нас оставалось 10-12 километров до румынской границы. В конце концов у нас собралось 17 человек. Из них трое девчонок, боевые, заводные, которые даже задавали тон нашему туристическому походу. Насладиться впечатляющими видами природных ландшафтов, увидеть карпатские полонины и колыбы, бескрайние смирековые леса. А еще посетить одно из самых высокорасположенных озер Карпат под названием Несамовитое. По преданию, искупавшись именно в этом озере, можно повлиять на изменение погодных условий. Это второе по высоте озера. И мы проходили недалеке и видели озеро Бребеневску, самое высокогорное наше озеро, 1800 метров. Самыми трудными были первые два дня восхождения. Поднявшись на вершину хребта, команда вздохнула с облегчением. Всего лишь по две остановки в день, для завтрака и ужина, да еще и нелегкий груз у каждого на плечах. Все это требует немалой выносливости и сноровки. Это опять же был не поход. Это было скалолазание. Первые две вершины мы брали. Я думал, что я умру, честное слово, на Гаверле. Но у меня в рюкзаке лежали два флага, вернее три. Флаг Димитрова Донецкой области и партии регионов, которые мы потом засветили на Гаверле. Ну это, наверное, немножко подталкивало. Хотя я поднялся, есть 17 человек, последний на эту гору. Сегодня в планах у туристов поход на Румынию, а еще может быть и на Кавказ. Теперь, да, Кавказ. Реально, да? Есть возможности, да. Я сам родом с Кавказа, с Краснодарского края. И, в общем, как бы, если вдруг возникнет желание, я думаю, все это реально. Шесть дней пути дали возможность группе любителей природы вдоволь насладиться великолепными пейзажами, нескончаемыми горными хребтами, а также запечатлеть эту красоту на фото, чтобы оставить ее на всю жизнь в своей памяти. Питались мы два раза в день, ну это делали, ну как остановочка была, мы делали завтрак, шесть часов поднимались и делали ужин, когда мы останавливались. А обед у нас был такой, что орешки, изюм. Маленький перекус по дороге. Да, или когда взбирались на гору, на какую-нибудь... Где-то на горе останавливались и в это время делали себе маленький привал, отдых, и потом уже продолжали свой путь дальше. В памяти, наверное, просто впечатление от увиденного, от гор, от всего. Люди сейчас вот с этих мегаполисов, с больших городов бегут от асфальта, бегут от транспорта, от проблем. Короче, нужно обязательно, нужно себя освободить от этого всего, чтобы побыть вот так хорошо и красиво в Карпатах, чтобы почувствовать это дело. Жизнь становится намного ярче и увлекательнее, если у вас есть мечта. Для кого-то самое главное – приобретение чего-то материального. Но есть и те, для кого отправиться в удивительное путешествие или покорить вершину, становятся самым сильным желанием. Ведь не зря говорят, что в конце жизни мы жалеем только о двух вещах – о том, что мало любили, и о том, что мало путешествовали.